Там у меня построили спортивную площадку футбольную, гонбольную и волейбольную поле. Тренажеры поставили. Все это огородили скалодромом у нас есть, то есть две качели для маленьких ползунков и для взрослых. Поэтому приходят мамочки и туда, и сюда приводят, кто постарше на спортивную площадку, кто помладше на детскую площадку. То есть работа идет у нас, все здорово. Западный микрорайон – один из тех, где стало комфортнее. А все потому, что жители поддержали проект местного территориального общественного самоуправления. У таких народных инициатив открылись широкие возможности для воплощения в жизнь. Барнаул стал одним из первых городов России, где органы ТОС включили в механизм так называемого инициативного бюджетирования. Проще говоря, на социально важные народные проекты теперь выделяют деньги из городского бюджета. Благодаря инициативе депутата фракции «Единая Россия» этот проект зашел в город. Это очень важно. У нас много частного сектора, у нас много тех мест, где люди действительно нуждаются в облагораживании территории, освещении детских площадок и так далее. Поэтому проект, я считаю, поистине народный. Это новый уровень взаимодействия с жителями и властью. В прошлом году по программе инициативного бюджетирования сначала выделили 20 миллионов рублей, потом сумму почти в два раза увеличили. Уж очень много было полезных идей от народа. Да и сейчас их не меньше. В этом году ТОСы предложили уже несколько десятков проектов по обустройству городских микрорайонов. И заявки еще принимают. На заседании городского координационного совета активисты предложили увеличить финансирование общественно значимой программы. Количество проектов увеличилось. Было 22, а сейчас около 40. Мы понимаем, что финансирование, которое было предусмотрено на текущий год, а это порядка 38,5 миллионов рублей, будет, видимо, недостаточно. Поэтому мы приняли такое решение на заседании координационного совета обратиться к главе города Барнаула Франк Вячеслава Генриховичу и депутатам Брунской городской думы, чтобы увеличить финансирование инициативных проектов на 2023 год. А это значит, в следующем году дворы в Барнауле должны стать уютнее, улицы светлее, дороги качественнее. Елена Макаренко. День с толком.